приветствую вас дорогие зрители чтобы не пропускать горячие новости советую подписаться на канал и включить колокольчик война почти закончена говорил своим солдатам яков рязанцев командующий 49 общевойсковой армии россии на четвертый день российского вторжения в украину через месяц 25 марта рязанцев был ликвидирован под херсоном он стал седьмым российским генералом убитым в украине почему так происходит спрашивает за экономист обычно генералы командуют большими формированиями такими как дивизии или корпуса которыми надо управлять из штабов они как правило остаются вне зоны действия артиллерии и на большом расстоянии от фронта сша во время 20-летней войны во вьетнаме потеряли 9 генералов и то в основном потому что их вертолеты сбивали в воздухе а за время войны в ираке и афганистане америка потеряла только одного генерала даже во время советской оккупации афганистана ссср потерял шестерых как пишет издание проблема русской армии состоит в том что она оказалась не готова к современной войне танки двинулись вперед без артиллерийской поддержки моральный дух самого начала был низким материально техническое обеспечение плохое уровень потерь высокий кажется это и заставило генералов отправиться на передовую у россии не хватает офицеров среднего и нижнего звена которые могут руководить в поле вероятно генералы сочли нужным собственноручно исправить ситуацию оцените качество новостей лайком или дизлайком а также напишите комментарий до встречи